Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 и не поддаваться панике. Гарантируем, что никто не пострадает. Никто не пострадает, кроме фундаменталистов, которые получат ремня по первое число. Меня слышно? Прием. И разблокируйте дверь. Да, и погуляйте с собаками. Да, и передайте фундаменталистам, что они не увидят квадроциклы, как с собственных ушей. Мы вас поняли. Дверь открыта. Вы свободны. Слышите? Э, как открыто? Стоп, 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 стоп. Да, у меня на работу только завтра. Ой-ой-ой. Ох, я ему устрою. Я вот сейчас вот эту еду доем, я ему такое устрою. Сейчас масло подольем, а то еще задымимся посреди дороги. Куда это катится? Слушай, какой-то меня предусмотрительный, прям душа радуется. Все. Что, уже дымимся? Почти. Выйди отсюда. Что? Я сказал, выйди. У тебя враги есть? Да нет, муж был, вышел весь. А тебе у ворот с чемоданом денег? Ну, это его друзья, партнеры, я не знаю. Ага. А что это? Аккуратная работа. Ни одна экспертиза не доказала бы несоблюдение норм пожарной безопасности. Слушай, давай пока ребятам не будем говорить, чтобы не пугать их раньше времени. Это очень серьезно. Господи, когда же Костя уйдет из моей жизни, а? Слушай, давай. 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 Друзья, доказать сначала, чтоб не минуты у нас не скучали. А свадьбу на этот. Проходи. Здравствуйте. 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 Мы сегодня подали заявление, но нашу регистрацию аж на весну поставили. У нас в очередь врачи ищихся. И потом так положено, не меньше месяца на обдумывание. Мы уже все обдумали. Распишите нас. Хотя бы через недельку, а? Ну, раз обдумали, значит не передумаете. Послушайте. Олег, подожди меня на улице. Спасибо. Позвольте? Присаживайтесь. Спасибо. Мам. Двадцать первое февраля, пятница, четырнадцать ноль-ноль устроит. Боитесь, уйдет красавец своим ходом? Красавицей самоход был мой первый муж. А этот ласковый, не пьющий, ни налево не ходок. И это не ваше собачье дело. И это не ваше собачье. И это не ваше собачье. Да, и ваше собачье. И еще ваше собачье. Сейчас я переношу. Учтем. Дуня, отойди. Ну, джентльмен, давай руку. Спасибо. Пожалуйста. Тетя Ксюр. На ушки. Там вас около задней калитки человек дожидается. Кто такой? Договорить, старый знакомый ваш. Видеть вас хочет, а зайти здесь нравится. Пойдете? Пойду. А собаку вам оставить? Нет, не надо. Тихо, 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 тихо. Привет. Не ждала? Да я, это я, ну. Непобедимый всем козлам назло. Я была. А ты? Где был? А я покойником притворился. Чтоб живым остаться. Понятно? Да. А я в ЗАГСе была. Заявление подавала с Олегом. Опа. Ну, это ты поторопилась. Мать поспешила, реально. У тебя же муж есть. Живой и невредимый. И это я. Понятно? Тетя, тетя, тетя. Ты что? Похудела, что ли? Не пойму. Это ты. Да, милая. Это я. Это ты мне бомбу подложил. Какой бомба. Как гадость? Это только ты мог. Такой бомбу. Тихо. Ты что в машину? Что ты машешь? Какую бомбу? В машину. О, дура. Какой мне? Резонт тебя гасить. Я сам покойник. Официальный, к тому же. А ты моя наследница. Короче, мне твоя помощь нужна. Сейчас. Разбежался. Потом поговорим. В доме народ что за льви? Мои друзья. Это гоня. Откуда друзья-то у тебя? С тех пор, как ты покойник. Слушай, а чего тебе на том свете не сиделось, а? А может, я устал на том свете? Может, такое быть? Пожрать захотелось. Такое нечеловеческое желание. Вымоться мне надо. Ясно? Пусти в дом. Я говорю, в бункер пусти в мой. Выспаться надо. Ты и так уже вечным сном спишь. Слушай, Ксюха, я тебя прошу, не наводи до греха. Я сейчас дуба тут врежу, вот под этой елкой. Че ты будешь говорить, когда понаеду тут? Труп мужа покойника валяется. Откуда ты свалился на мою голову, а? Пойдем, призрак. Одиночество и компьютер способны нарушить гармоничное развитие ребенка. Однако, я считаю, что очень странная дружба с замужней женщиной вредит вдвойне. Ей нужно что-то делать. Олег, а у вас же есть сын. Пусть он приедет сюда и поиграет с Левой. Ну, он постарше будет и такой оболстыш, что вашими Леве его на самокате не догнать. Страшнее Льва. Не верю. Зря. Ксения, долго нет. Пойду посмотрю. Ой, я придумала меню на вашу свадьбу. Тебя каждый нужен, как свадебный. Согласен с предыдущим оратором. Очень вкусно. А ты че так долго? Ну, кто это был? Один горемык, который покой себе обрести не может. А что он хотел? Сам не знает. Садись. Слушай, я не голодна. Ксения, а попроси Олега, пусть он привезет своего сына, и они с Левой поиграют. Да, действительно, Олег, пригласи сына, пусть поносится. Да не так, кто-то будет носиться. Ой-ой-ой. Да ладно, напугал. Хорошо, привезу. Лева, дай мне, пожалуйста, ключ от бункера в избежание захвата заложников. Спасибо. Твой Наветов хочет мою долю выкупить. А ты че? А я его послала лесом. Послала, это правильно. Только лесом не надо. Мы его за этот лес. Такое делаем, Ксюха. С твоей помощью. Нет, Самоходов, я в твои игры не играю. А за интерес? А за какой? Замуж хочешь? Хочу. Поможешь? Отвену навсегда. Хочешь замуж? Хочешь че? Лезть не буду. Врежешь. Мне аквари не видать. Ну? Спасибо. Спасибо. Что ж так облажались с бомбой? На дурачка рассчитывали. На дурочку? Ну да, помешал кто-то. Кто? Будем искать. Там серый кардинал какой-то. Значит, будем искать серого кардинала. Прямо сегодня займусь. Займитесь прямо сейчас. Китайцы каждый день звонят. Как дела? Спрашивают. Хорошо. На ветов собрался наш лес. Китайцы будут давать. Наш русский лес. Туда. Китайцы. Сильно они заточились на наш природный ресурс, вот им мёдом он намазан, подай и всё. А я, конечно, категорически против был. Я ему говорю, мол, ребята, спасибо за сотрудничество, надеемся на дальнейшее. Но, нет, но, говорю, хрену вам Лысого, а не наш лес. Патриот. Ну, а то. Так они Наветову, скорее всего, мощный откат заслали. Раз он меня убрать решил. А сейчас опять всё срывается. Ты же не подписываешь бумаги? Не подписываю. Ну, вот они подписываю. Китайцы сейчас, ох, забеспокоятся. Они прижмут, прижмут Наветова. Они ж не любят, когда у них не по плану ничего идёт. Ну, у тебя-то план есть. Да у меня лучший план. Только сначала надо кое-какой финансовый вопрос решить. Есть у меня одна занучка, навлек. Я тебе адресок в банк напишу, а номер ячейки вот здесь в голове будешь держать. Для надёжности. Будь-дорого. Ну, а, потому что ты должен быть в городе. Ну, ты не можешь уйти. Вот. Вот. Вот факс прислали. Что там? Какая-то китайская грамота. Алло. Конечно, хочу знать, что написано. Так. Как насчетчик? Русская традиция. Послушайте. Да, 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 да. Да, конечно. До свидания. Что? Или я им лез. Или? Или они скормят меня своим ниндзя. Отсчет пошел. Постарайся вести себя прилично. Ладно, базара нет, пап. Да что, дон твоей будущей жены? Круто. Здрасте. Здоровлю. Познакомься. Евгений. Лев. Ай… Евгений, ну что мне делать с этим ботаном? Вот что скажет, то и будешь делать. Пошли. Пожалуйста. Спасибо. Нифига себе! Сколько денег? А, значит я вас правильно понял? Открываем вам личный счет и вносим на него всю сумму? Да. Слушайте, а вы можете мне дать справку? Ну, не справку, а как это у вас там называется? Ну, что это мои деньги? Выписку. Да. Конечно. Спасибо. Костян. Нифига себе у тебя заначечки. Охренеть можно. А муть, а? Зараза, ну муть какая. Ё-моё. Айзик Азимов. И так стрёмно, ты мне еще тут страху нагонишь. Ксюшенька, посмотри, нормальное я меню придумала или не нравится? Нормальное. Ой, только не говори, что вы в ресторане решили отмечать дорого и невкусно. Я думаю, что отмечать мы вообще не будем. Как? Что? Уже поругались? Нет, ну ты меня извини, Ксюш, но вот не надо было говорить при Олеге, что ты раньше это… Пила как свинья. Вот именно. Да еще в таких выражениях. Оленька, не в этом дело. Я думаю, что свадьбы вообще не будет. В каком классе ты учишься? Десятый пришел. Да чего ты гонишь, малявка? В пятом скажи. Ты еще и отличник. Да нет, правда, десятый. Ну, я не отличник. У меня по-русски нечетверка. А ты у мамаши или у батя тянешь деньги на сигареты? Нет, конечно. Брать без спроса неприлично. Короче, курить будешь? Я не курю. Это может отрицательно сказаться на половом развитии. Табак – это тоже наркотик. Тьфу, батаник. Вставай, разлешься. Пускай знулся, ничего страшного. Ну что, познакомились? Да, все, хорошо. Отличник парень, батаник. Ангений, да? Ты тут дворовые порядки не навязывай. Да нет, все, хорошо. Ладно, гуляйте. Пойдем. Батаник. Так, ну давайте сузим круг подозреваемых. Поищем среди ее близких. Нет у нее близких. В коттедж кого понатащила? Собачников собрала. Провил всех по базе, никакой зацепки. Люди все новые, не в теме. Это кто-то из ее прошлой жизни, когда она еще была замужем за Константином. Да, этот человек профессионал. И этот человек из криминального мира. Кому она кроме Костика нужна-то была? А что, если это и есть? Костян. Он что с того света явился? Не факт, что он вообще там был. Но было же опознание. Экспертиза. Не мне вам объяснять, как сделать нужное опознание и нужную экспертизу. Опознание чего? Развороченного черепа? У нас был проверенный исполнитель. А кого мы заказывали Константина? Терещенко. 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 Глохо. Заблокирован, Терещенко. Терещенко. Найдите мне этого хлопца. Узнайте, аккуратно ли он все сделал, как обещал. Ты представляешь? Я им заставила меню, а они свадьбу откладывают. И что? Она рассказала Олегу, что раньше пила как свинья. Ну какая же глупость, это же глупость. Ксения здоровый, нормальный человек. Надо Олегу это объяснить. И она будет ему замечательной женой. Так я приеду и во всем разберусь. Ну какой бред, а какой болван. Отменить свадьбу и… Что? Ну что вы на меня так смотрите? Не знала, что у вас есть подруги и что вас интересуют женские проблемы. Так послушайте, доктор наук это еще не диагноз. У меня есть подруги, есть женские проблемы. И с мужем мы тоже, знаете ли, не только в города играем. За борщ с салом Родину продал. Да Родина она же е, борщ с салом. Для кого как. Слушай, а где этот гарный хлопец Терещенко? Чтоб незалежно подался? К тому же незалежно, а может и подали куда. Куда, например? К тому же и в Австралию. Угу. Уж больно деньгами хвалился в последний раз. По секрету. Что, много получил? Вот то не знаю. Говорил, что два гонорара за одно дело вышли. Первый заплатили, чтобы он это дело сделал, значит, а другой чтоб не делал. И второй в два раза больше першка. Считай, три гонорара за одно дело получается. А работу, значит, не сделал. Чего? Да кто вздрогал в такой ситуации? Таю, убери, тайтикань. Ясно. Ну, приятного аппетита. Угу. Вот, китайцы меня так же закопают. Господи, кто же у нас здесь все-таки лежит? Без разрешения вдовы и возбуждения уголовного дела эксгумации невозможно. Надо, полковник, надо! Облажались чудо-киллером, так что давайте! Что давайте? Вы хотите, чтобы я разбил могилу? Хочу! В этом нет необходимости, Кирилл Сергеевич. Совершенно ясно, что самоходов жив. Теперь надо его найти. Как? Для начала проверим квартиру его так называемой «вдовы». Воймутия, воймутия. О! Это что, хапчик прибыл? Ну. Люблю. С чем пирог? Шарлотка. Хорошо. Ты, Ксюха, это самое, мужскую одежду мне принеси, а то в твоем женском как дуле. А где я тебе найду? Мужскую одежду твоего размера. А что, твоего нового размера больше? Пошел ты, а! Энди Гоголь. Мертвые души. Ну, ну. Электрические упражнения, йога. Тоже Гоголь. Очень смешно. Значит, ты деньги сняла? На счет положила? Сняла, положила. Самоходов, зачем тебе такая огромная куча денег, а? Что значит, зачем? Ну, что ты будешь делать-то? Солить, что ли? Знаешь чего? Я как бабло может спорядиться, придумаю сам. Ладно? Тихо-тихо. А не хочешь раз в жизни доброе дело сделать, а? Нет. Снега. Большое место. Снега. Но ты не можешь... Снега. Снега. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опа! Чёрт там. Хлористый кальций. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алла, всё чисто. Отбой. Валим. Ксения! Ксения! Мне с балкона видно, как у тебя на кухне мечется свет. Ксения! Кто там? Кто там? Я сейчас в милицию вызову. Валим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Помнишь, как мы в парк аттракционов ходили? Она ещё на колесо боялась залезть. Не полезла говорить? Только если мама за одну руку будет держать, папа за другую. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так и катались. Вот я поэтому и хочу построить центр экстренной детской хирургии. Чтоб деток успевали спасать. Это хорошая мысль. Всё правильно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, это и есть моё предложение. Как потратить твои огромные деньги. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На центр, что ли? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Конечно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, блин. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно, Самоходов. Ну, ладно тебе. Ты никогда с крягой не был. Ну, на девочек, на выпивку ты всегда себе заработаешь. У тебя ж талант. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, подумать надо мне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подумай. На, бумажки по строительству почитай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ксения. М? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Ага, я тебя вчера полночи искал. Ты где была? Тебя потом расскажу. А сейчас что? Олег, давай попозже поженимся. Хорошо. Когда позже? Ну, через два-три месяца, через полгода. Куда спешить? Так. Ксюша, если я тебе не подхожу, так скажи. Нет, ну что ты, нет. Ну, ты же сама хотела расписаться раньше, фамилию мою взять. Я просто сейчас не могу, сейчас не время. Что значит не время? Потому что тебя взорвать хотели? Давай, выкладывай. Я решу эту проблему. Я как раз и боюсь, что ты начнешь решать эту проблему. Не реви. Я не реву. Вот я и говорю, не реви. Я не реву. Позже? Позже. Позже, так позже. Привет. Как сессия? Хорошо. А что хорошо? Отлично должна. Слушай, мне тут дурака валять некогда. Знаю, какая ты студентка по вызову и что сдаешь. Мне один твой знакомый нужен. Мужчина. Ну что, если позволяете, а? Так, заткнулась быстро. Ответила на мои вопросы. Я может снова идти и нести культуру в массы. Поняла? Угу. Значит, чек наркоты в карман. И в обезьянник. Давно видел Костю самоходу? Не помню. Так его шубили. Что вы говорите? Или сам на машине разбился. Гроб был закрытый. Говорили всякое. А после этого он не заявлялся? Ты что, дядя, обкурился? Мертвый, что ли, из кладбища? Так не приходил? Слушай, ты где травм уберешь? И что? Нет, не приходил. Я с покойниками не дружу. С них взять нечего. А с Костей было что взять? А с Костей было что взять. Он заводной был такой. Шепотной. Какой? Такой. Я об интимных подробностях своих клиентов не рассказываю. Бесплатно. Свободно. Я что-то ничего не понял. Я по поводу центра детской экстренной хирургии. Что нужно, чтобы его открыть? А вы, собственно говоря, кто? Частное лицо? Фонд? Коммерческая фирма? Ну, как скажете, кем? Скажете, тем и буду. Послушайте, до меня в этом кресле сидел человек, который всю свою жизнь добивался постройки такого центра. Он был академик с мировым именем. И он умер, так ничего не добившись. А вот тут приходите вы и так вот просто говорите, что нужно, чтобы центр открыть? Да вы что, извинитесь, что ли, на доной? Что нужно? Все нужно! Послушайте меня внимательно. Мне эксперты подсчитали, что если строить по технологиям вашего предшественника, то надо не сорок миллионов. Не сорок, а гораздо меньше. Так в том-то и дело. Если строить за сорок миллионов, то есть же где поживиться. А если за дешево, чиновникам же неинтересно, им же негде вот тогда. Да мы уже и за сорок были готовы. Но нам говорят, тогда ждите, пока у государства не появятся лишние деньги. Так вот, у меня есть лишние деньги. Я готова вам дать. Из личных сбережений? Да вы хоть понимаете, о какой сумме идет речь? Да господи боже мой, ну вот, пожалуйста, мам, вот, выписка из банка, вот. Деньги есть! Угу, я понимаю. Хорошо, ваши условия. Да никаких условий. Возьмите деньги и построите центр. Да что вы, как этот? Да вы понимаете, мы деньги просим на каждую партию препаратов. А вы говорите такие вещи. Вы понимаете, что речь идет о строительстве центра экстренной хирургии с полноценным мобильным отделением. Вы понимаете, насколько это серьезно? Это в конце концов жизни детей. Вы понимаете это? Послушайте, мой ребенок погиб, потому что мы вовремя не оказали помощь. К сожалению, это случается у нас каждый год. Вы ради бога извините меня, что я на вас вот так вот, вы знаете, а у нас даже документы готовы, у нас вот даже чертежи и все есть. Ну что, возьмем и построим? Возьмем и построим. Знаете что, вы забирайте их сейчас, ознакомьтесь и мы с вами все обсудим. Давайте. Простите, но я все-таки спрошу, а что случилось, ну, с вашим ребенком? Закрытая черепно-мозговая травма, автокатастрофа. Не успели довезти, если бы был мобильный центр. Не успели. Не успели довезти. Спасибо вам большое. От имени моего отца спасибо. Здравствуйте, я к Ирине Даниловне. А зачем вам Ирина Даниловна? Вот, показать. Что показать? Это мои научные разработки. И сделал я их под чутким руководством Ирины Даниловны. Ну, пустите, пожалуйста. Ни в коем случае. Но мне нужно показать. Считайте, что вы уже показали. Я увидел, оценил. До свидания. Что же, вы меня и в дом не пустите? Нет. Ну, я замерз, я устал. И мне необходимо видеть Ирину Даниловну. Да не увидите вы Ирину Даниловну, слышите? Не увидите. А если вы еще раз удосудитесь, вас ждет жестокая расправа. Жестокая. Ледневековая. Идиот. Добрый день. Мария Гавриловна. Добрый день. Мы службы соцзащиты. А что, вы как-то долго двери не открываете? Да. А я вообще никому не открываю. И бдительность не теряю. Время сегодня такое. Вчера вон в соседнюю квартиру залезли. А, пока я милицию вызывала. Их и свет простыл. Дверь за собой захлопнули хулиганы. Как будто так и надо было. А милиция меня мурыжила полчаса. Говорит, бабуся, обознались. Хотели на меня ложный вызов написать. Я теперь никому не верю. А вам открыла. Вид ваш. Доверие вызывает. Это правильно. Это вы молодец. Мало ли кто, какие корочки покажет. Мы с этим вот постоянно сталкиваемся. А у нас для вас подарочек есть. Тут и колбаса сырокопченая. Печенье, фрукты, шампанское, конфеты. Рыбка очень хорошая. Мы зайдем? Нам надо, чтобы вы обязательно расписались. Заходи. И не страшно вам в одной квартире, Марья Гавриловна. Соседи не докучают. Раньше все соседка-собачница шумела. А как на дачу-то она съехала со всеми своими кобелями, так поспокойней стала. Так ее квартиру и грабили. Только ничего не взяли и дверь за собой захлопнули. Да что вы говорите? И вообще, странная эта квартира. На прошлой неделе такое видела. Что видели? В общем, муж этой собачницы помер. Они разошлись же к тому времени-то. Она не сразу узнала, что он помер-то. И на похоронах у него не была. Так он сам к ней пришел. Сама видела. Что, простите? Как все это интересно, Марья Гавриловна? Как же он к ней пришел, раз его похоронили? Так вот я и думаю. Попрощаться он с ней пришел. А нашему как-никак жена. Значит, он не умер, раз пришел. Как это не умер? Он умер, конечно. Конечно, умер. Умер. Живой он к ней никогда бы не пришел. Потому что слишком много между ними произошло. А вот мертвый пришел. Попрощаться он с ней пришел. Прощение попросить. Она на дачу уехала. Он же теперь будет искать ее. Мается. А если не попрощается, не успокоится его душа. Ух ты, смотри какая. Вот это да. Крутая телка. Не, ну ты видишь? Не впечатляюсь. И пеньюар в годе. Что? Пеньюар. В ланой лучше. Хуй из лана. Не важно. Ничего себе не важно. Какая-то лана тебе пеньюар показывала? Ну соседка. Ага. Больше она тебе ничего не показывала. В бинокль небось подглядывал. В гостях у нее был. Врешь. Она во сто раз красивее. Вот этих своих. Да много ты понимаешь. Достаточно. Ты хоть и не целовался. Не твое дело. Да и мелкий ты еще, чтобы целоваться. Понял? Ботаник. Ну говори, что там у тебя за научный интерес? К поцелуям. К поцелуям. А чего такого может быть вообще научного в поцелуях? Ну меня лично интересует, почему людям во время поцелуев не мешают носы. Носы? А я не знаю. Ну они просто в принципе не мешают и все. Ну потому что как бы там вот так вот. Понимаешь? Ну. Нет. Не понимаешь. Хочешь покажу? Сейчас. Запись пошла. Господи. Значит вот ты, да? Вот я. Вот значит как бы мои губы. И ты как бы должен с вами губами прислониться к моим губам. Да? Давай попробуем. Ну ты губы расслабь. Вот. Хорошо. Молодец. Давай. Понимаешь, все не мешают нас их в принципе никогда вообще. Мокро, тепло, приятно, но немного непонятно. Повторяю эксперимент. Это что такое? А, это у нас... Эксперимент. Ага, научный. Знаешь что? Ищи другую экспериментальную площадку. Подальше от моего дома. Слушай, молодежь, ты что, обалдел что ли? Ты чужую жену целуешь? А? Ты обалдел? А? Ну-ка сядь. А что ты сидишь в полон? Эксперимент временно приостановлен. Вот именно. А ты что дуешь? А? Таффик. Ну что, дурак совсем, а? Ну? Слушай, я была в больнице. Вот это реально. Вот это все реально, ты понимаешь? Вот было бы желание, вот захотим и будет центр. Ты представляешь? Ну, ну, Самоходов. Блин, Самоходов, ну давай, соглашись. Ну, пожалуйста. Да согласен я, что ты. Какой ты клевый, молодец. Слышишь, Ксюха, ты такая стала, честно тебе скажу, о чем есть мужа. Может мы, ну, попробуем еще раз. Сначала. А? Все. Костя, у нас все было уже. И кончилось. Я тебе все простила. Катю не прощу. Ну, да. Очень приятно познакомиться, Таффик. Я вас сейчас пловом буду угощать. Нас тут много живет. Но вы обязательно со всеми познакомитесь лично. Угощайтесь. Да, спасибо большое. Я просто хотел сказать, там у вас мальчик бегает. А, наш, наш. Лёва. Он вундеркинд. Так вы плов берите. Пробуйте, пробуйте. Да. Ну-ка. А? А? Ну, как? Вкусно. Это я готовила по-фергански. Да. Вы только не обижайтесь. А что? Просто здесь морковка неправильно порезана. Да что вы. Вы как ее щенковали? Так, на терке, да? Ну, да. Вот. А нужно ножом. И такие, чтобы бревнышки такие получили. Бревнышками? Да. Ну, как соломка такой. А, соломкой. Так вот, прихожу я, а ваш, Лёва, мою Лану... А-а-а! Да. Отши-ка. Да какое... Ой! Хорошие были штаны. Извините. Да нет. Ничего, я себе новые штаны куплю. Зачем новые, Тофик? Я сейчас все застираю. Следов ни капельки не останется. Снимайте брюкет. Ой, да снимайте, я вам говорю. Ты что? Снимайте! Ну, снимайте. Снимайте. Так, это... Это что такое? Вася, это Тофик. Тофик, это Вася. Ой. Какой Тофик? Он наш сосед. Он испачкал брюки. Очень приятно. Ой, что это? Стиральная машина, что ли, сломанная? Нет. Со стиральной машиной у меня все в порядке. Какой ты что? Это... Тофик, приходите еще. В следующий раз я вам морковь соломкой нарежу. Это я вам сейчас морковь? Какую морковь? С какой соломкой? С какой соломкой? Спасибо. Ой! Ой, а это не тебе. Ой, то есть, это не то, что ты подумал. А что я должен думать? Я тебе все потом объясню. Интересно. Ты при мне покупаешь мужскую одежду. Кому? Послушай, ну перестань. Ну ты же мне гулящую нашел. Я правда тебе все объясню. Я все тебе объясню. Не надо объяснений. Моя бывшая меня ими обкормила. Ну мы же с тобой договорились, что сначала вот дела, а потом личная жизнь. Мы так не договаривались. Ты сама решила. А я не люблю, когда бабы за меня решают. Олег! Здравствуйте, Олег! Здравствуйте! Может быть, это, конечно, не мое дело, но Ксения мне не чужой человек. И вы не чужой человек тоже. Я уж не знаю, кто вам там что наговорил, что вы там себе насочиняли. Но Ксения, она прекрасная женщина. Она абсолютно здоровая. Я как биолог вам это заявляю. И она не больна алкоголизмом. И мне кажется, вам надо исправиться и по-другому взглянуть на ситуацию. Мне исправиться? Да. Да она только что укупила целый баул и мужских шмоток. Хахали содержит. Аня, подождите. Подождите. Ксения, это же не может быть. Значит, может. Аня, подождите, стойте. Давайте я сама, сама во всем разберусь. Вот, вот. Разберитесь, а я пас. Ну, вот. Неделя осталась. Через неделю приедут наши китайские партнеры. Но не одни приедут, а со своими китайскими головорезами. И порубят нас всех. Раз, два, три. На мелкую китайскую лапшу. Что вы предлагаете? Я что предлагаю? Да. Людочка. Я предлагаю нанять наших российских головорезов. И накрыть дом самохода. Да так, чтобы оттуда живым никто не выбрался. Вот тогда у нас появится шанс исполнить договор. Короче, надо действовать! Вот вы, Кирилл Сергеевич, вроде интеллигентный человек. А элементарных вещей не понимаете. Это каких-то элементарных вещей. Просветите, пожалуйста. Захват дома. Это не несчастный случай на дороге. Такую операцию и втихаря не сделаешь. А варианты? Какие у меня есть варианты? У меня все уже, время тикает. Я предлагаю еще раз поговорить с самоходовой. Последней. А уже потом действовать. Как? По ситуации. Нет, ну. Мне тут в чем исправляться. Объясните мне. Моя невеста мне на глазах покупает какому-то хахлю. Трусы, извините. Свадьбу собирается перенести, а я исправляться должен. Где справедливость, скажи? Да в чем ты говоришь? Какая справедливость? Моя месяц дома не живет. Я желудок испортил. Ей все равно. А это ты к пункте попал в снижение веса. А походы за шмотками. Это вообще, я им говорю. Вы для кого наряжаетесь, а? Для кого? Ага, вот именно для кого? Моя домой с работы приходит вот с такими охапками цветов. И там какой-то гай на работе в любви признается. Постройнела, похорошела вся. Ходит прям светится. Что это? А я сейчас захожу. Без штанов стоит. Кто? Эх, сосед. А Польке все равно. Она его пловом почует. Я голодаю, а она его пловом, этого Тофика, соседа нашего, пловом кормит. Надо? А? Нормально? Ага. А этот гай к нам домой приперся. Пустите, говорит, я замерз. Пустите погреться. Не, ну я ему сказал пару ласковых. Я говорю, не реви. Ну, не переношу я слез. Она ревет. Я вот по-человечески попросил. Ну, не реви. Она ревет вот такими с кулак слезами. Нет справедливости. Что ты, что характерно, оборзели. Это очевидно. Налейте? Нет. Распустили мы их. Ксюша, ты купила мужские вещи не для Олега. Это правда? Правда. Ты можешь нам что-нибудь объяснить? Нет. У тебя что, появился другой мужчина? Ты скрываешь от нас что-то, Ксюша? Да? А у тебя Тофик без штанов по кухне бегал? Правда? Да подумаешь, большое дело, Тофик. Без штанов. Что, совсем без штанов? О, смотрите-ка стоит. Оскорбленная невинность. А у тебя с Никитой ничего не было. Что? Конечно, нет. Конечно, нет. Я думала о сыне. О сыне, о Левке. Я хотела, чтобы сын социализировался. А он теперь так социализируется каждый день с замужней женщиной. Что у тебя с Олегом, Ксения? Я потом вам расскажу. Это и есть твоя Лана? Что ж так? Она тебе там что-то показывала, а ты ничего не показывал. Так несправедливо. Ну-ка, ботаник, блесни интеллектом. Ботаник с задницей в снегу валяется. Ну-ка, цыть, сядь бояться, ясно? Что ты разлёгся? Кто это такой, а? Кто это? Да ну его. Ты. Если ещё раз. Лана! Ты что, сейчас на с ума? Не отвлекай меня, Тофик. Как не отвлекай? Ну-ка, стой! Подожди секундочку, ладно? Так, подожди, отойди, к тебе твой муж обращается. Ну-ка. Здрасте. Здрасте. Пойдём, Даня, пойдём. Ты опять? Ну, я больше не буду. Я тебя в угол поставлю. Всё? Понял? Угу, хорошо. Вот. Вот так. Давайте попозже. Так, иди, иди, помоги. Пойдём. Это как бы тоже с вами губами прислониться к моим губам. Да? Давай, попробуем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фус! Фус, я сказала! Алло! Да! Здравствуйте, Ксения Георгиевна! Это Наветов. Нам нужно увидеться. Да, хорошо. Я завтра в семнадцать буду. Устроит? Отлично. Жду вас с нетерпением. До свидания. Тетя Ксю забрала ключи от бункера. Она явно не в духе. Пропало несколько книг. Постоянно пропадает пища. Следовательно. В бункере кто-то есть. Некто, нуждающийся в еде и умеющий читать. Тетя Ксю... Я Лёва! Не стреляйте! Я Лёва! Руки опусти. Глаз открыл. Сюда пошел. Простите за беспокойство. Я Лёва. Я никому не про вас не скажу. Ты как узнал-то, а? Ксюха болтанула, нет? Нет. Я проработал с ума аргументов и убрал взаимоотключающие версии. Так, сгони-ка туда. Принеси мне сигарет, там вина. Ну, что найдешь только... Ну, я бы не советовал вам тут курить. Здесь плохая вентиляция. Хотя я могу выполнить вашу просьбу. Если вы, выполните мою. Интересно. Ты еще кто такой? Какого рода племя? Я? Еврей. Ну, бывает. Извините за просьбу. Не будет ли у вас пистолета? Не могли бы вы его мне одолжить на время? Пушку, что ли? Тебе? Зачем тебе пушка? Понимаете, я хочу вызвать одного человека на дуэль. На дуэль? Ай! Ты что, больной? Нет. Физической, психической абсолютно здоров. Почему ты это? Ну, из-за женщины, конечно. Из-за бабы. Ой, я не могу, я не могу, я не могу. То, что из-за бабы-то стреляется, она типа чего, предпочла другого? Нет. Ну, а чего тогда? Ну, видите ли, Женя меня постоянно перед ней унижает. А я ничего не могу поделать. Остается только убить его. Пацан, ты дурак, дурак, дурак. Нет. Я вундеркинд. Да, может, ты и вундеркин? Ну, дурак. На мокруху кто? Из-за бабы. Ну, а что вы предлагаете? Ну? Ты дрался когда-нибудь? Никогда не дрался. Вот она, твоя проблема. Ты так из шестерок не вылезешь. Ни-ка-да. Если драться не будешь. Понял? Понимаешь? Биться надо. Это кайф. Драка. Эй! 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 Гой сюда! Тот-тот! Больна ты, не думай о боли. Ее нет вообще! Ты, главное, себя настрой. Настрой. Заведись! На злобу, на злобняк! Я так не умею. Знаешь, что я делал? Когда на зоне был, я планку рушил. Вот так. И вкричал в злобняк. Все загашены лежат. То есть, вы хотите сказать, что я должен подраться Жене для самоутверждения? Именно. Ну, какой повод? Лёва, 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 ты столько поводов профукал уже. А покажите пару приемов. Прием всегда один, Лёва. Включай бешеного. Ну, куда ты пойдешь? В сторожки переночую. Зачем тебе в сторожки? Я тебя ни с кем делить не намерен. Ясно? Ясно. Я тебе сейчас все… Я тебе сейчас все расскажу. Не реви. А я не реву. Я слез не выношу. Я тебе говорил. Говорю. Ну, вот и не реви. Ты опять ко мне водителем. Я на твое место никого не брал. Нет. Дунька. Дунька. Прием. Вот окончилась война. Я остался одна. Лёва, а что ты сегодня такой тихий? А он всегда такой тихий. Я у Лёву спросил. Все в порядке. Хороший мальчик. Когда выезжаем? Уже едем. Машину прогрею. Ты ему поесть нормально не давай. Ты извини, я погорячился вчера. Ты что-то сказать хотела? Нет, что-то ты прав. Не надо никаких объяснений. Я все решу сама. Спасибо. Пошел. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Да ладно, Боктальник, что случилось? А ну скажи. Ты обиделся что ли, а? Ну чего такого-то, а? Ну чего ты молчишь все время? Язык что ли проглотил, а? Дай посмотрю, а? Отставь от меня! Я бешеный! Я абсолютно бешеный! Убью! Пасть порву! Моргана выколю! Уберите! 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 Сумасшедший! Он уже первый придурок начал! Лёва, он тебя ударил? Отказываюсь отвечать! Ну-ка, можешь в дом собирайся. Вечером к матери поедешь. Да пошли вы все! Поехали! Лёва, что случилось? Ничего. Что у тебя произошло с Женей? Откуда такой приступ агрессии? Переходный возраст. У меня самооценка практически на нуле была. А сейчас самооценкой у тебя что? Да сейчас нормально. После того, как Лана научила меня целоваться, вчера я выпил, закурил, а сегодня подрался. Проблема потеряла остроту. Что ты сделал? А что за контора? Дубы России. В смысле? Один начальник помер. Остался Кирилл Сергеевич. Наветов который. А название, может быть, сменит, а может быть, прежнее оставит. Ну, начальство в ней. А кто? Добрый день. Здрасте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. У вас отличный стилист. Спасибо на добром слове. Добрый день. Здравствуйте. Ксения Георгиевна, вы чудесно выглядите. Спасибо. Да, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Коньяк, виски, джинн. Я не пью. Ну, тогда кофе, чай, бутерброды. Минеральной воды, без газа. Благодарю вас, Людочка. Должен еще раз отметить, что вы прекрасно выглядите. Спасибо, можно ближе к делу? Да, да, конечно. Нам стало известно, что вы зарегистрировали благотворительный фонд и также строите медицинский центр. Очень мудрое решение. Подсказал кто-то? Гражданская совесть. У меня тоже есть гражданская совесть. Вы знаете, я хочу помочь вам. У меня серьезные связи. А вы не представляете, какое количество хороших идей разбилось от стены бюрократии и коррупции. Так что можете считать, что я полностью к вашему услугу. Спасибо. Так, может быть, расскажете, какова схема? Простите, я новичок в этом. То есть схема, насколько я понимаю, это прямые инвестиции, не облагаемые налогом, так? Ксения Георгиевна, меня не интересует вся эта мишура. Объясните мне на пальцах, какова схема? Вы же понимаете, я, как человек, который вкладывает свои деньги, должен знать, кто является гарантом, кто стоит за фондом. Я? Ну нет, так не пойдет. Вы нам не доверяете? А меж тем, нам известно, что тут не обошлось без вашего супруга. Он умер. Мы тоже так думали. Пока в какой-то момент нам, впрочем, как и вам, не стало известно, что наш дорогой усопший вовсе не усоп, а жив-здоров, и вы его укрываете. Вот это правда. Это чушь? Чушь. Это разговор о гражданской совести, Ксения Георгиевна. Большая махинация с медицинским центром, которую вы хотите осуществить в паре с вашим покойным мужем, это дело серьезное. И задача наша проста. Или мы с вами работаем одной командой, или… Или. Или мы вам объявляем войну, в которой мнимые покойники наконец-то станут покойниками, а живые, скорее всего живые, последуют за ними. Вы угрожаете. Предупреждаю. Ясно. Поверьте, мы очень не хотим применять силу. Но если у нас не останется выбора… Так что вы решили, Ксения Георгиевна? Идите вы оба. Лесом. Спасибо. Чай, кофе, коньяк… Здорово, мужики. О, какие люди, а! Сколько лет, сколько зим. Ну, ты что, опять без шоколадки? Сладкое, в другой раз. Мистер, честность в гостях у продажных копов, да? Как жизнь? Не жалуюсь. Просьба у меня нарисовалась. Я тут работаю с одной дамой, ей покойный муж бизнес оставил. А где там еще пару богатых вдовушек нету, случайно приюте? Короче, партнер его покойного мужа чего-то мутит. Пробить бы его надо. Фамилия Наветова, зовут Кирилл Сергеевич. Нифига себе! Что? По минному полю ходишь. Высокого полета твоя мадам, там небось еще и Ваня Крапов ошивается. Есть такой деятель, начальник службы безопасности. Полкан запаса. За Наветова горло перегрызет. Да, за этой парочкой много чего вводится. Только ничего не доказано. В их, значит, тандеме Наветов мозг. И мозг хитрый. Такие комбинации проворачивает. Но, думаю, действует он руками Крапова. Руки у Крапова длинные и сильные. Короче, я бы с ними не связывался. И расслабляться я тебе тоже не советую. В общем, ты заезжай, если что. Понял? Ежели что, заеду. Шоколадку привезу. Пока. Действительно, постоянно сдерживать эмоции вредно. Надо учиться выпускать свой гнев. Освобождаться от негатива. Вот путь к гармоничному развитию личности. Траться – это реально круто. Век воли не видать. Ты? Ты чего куришь? Откуда у тебя сигареты? Левка притранил. Вот кто тебе позволил эксплуатировать ребенка? Да я тут ни при чем вообще. Он пришел сам сюда. Знаешь зачем? За пушкой. Как он Женьку собрался грохнуть. Что ты несешь? Ну все, все. Ладно, я его вообще спас, можно сказать. Я его жизни научил. Вот чему ты можешь научить? Драться научил. Я видела сегодня твою науку в действии. Он повалил Женю на снег и мутузил его. Еле разняли. Вот это и клево. Вот она. Вот. Моя школа. Школа. Знаешь, что от тебя одно зло? Партнеры твои Крапов и Наветов сказали, что всех убьют. Всех, ты понимаешь? Всех! И тебя, и меня, и всех! Вот это не шутка. Прислали. Они? А кто же еще? Последнее китайское предупреждение. Я хожу, порезаю бритвы. А Костик Самоходов со своей бабой продолжает надо мной издеваться. Нам нужен бес. Понимаете? Нужно что-то делать. Значит, война. Другого выхода нет. Будем брать их тепленькими, как в старые добрые времена. Слушайте. Сейчас в Подмосковье в пансионате собрали вот таких вот детей, как ваш Лёва. Это каких? Ну, в смысле, вот это, как это, с опережающим развитием Индиго. Умненький. О, Вундеркиндов. Там какая-то специальная программа «Будущее России». Ну, типа того. Так вот, там с ними психологи работают. То есть? В смысле, то есть, ну, адаптируют их, развлекают, там, занимаются ими, короче. Ну, я могу устроить Лёву в этот лагерь. Марк? Я не знаю. А по-моему, это блестящая идея. Правильно. Нужно увести Лёвушку к хорошим деткам. Да, по крайней мере, там он будет в безопасности. А что, ему здесь небезопасно? Да. Надо его увести. И вас всех тоже. По-моему, мы злоупотребляем гостеприимством хозяйки. Да. Мне тоже так кажется. Ой. Ой. Не могу ни о чем думать. Кроме как о завтрашнем ученом совете. Завтра решается судьба моей лаборатории. Пойду, поднимусь к себе, попытаюсь заснуть. Хотя, вряд ли у меня это получится. Ну, всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Марк. Ксюша? А что с собаками? А? Вася, Вася, поле идите-ка сюда. А что такое? Это что? Это эпидемия, что ли? Они съедут что-нибудь? Я не знаю. Ты же всегда занималась собаками. Ты должна знать. Я знаю чумку и гепатит. А это другое. Ну, давай, делай что-нибудь, пока они дышат. Да не могу я ничего сделать. Ну, надо укол сделать. Ксюша, ну, делай. Да я не знаю. Это отравление. Они умирают. Ну, что, вообще, что ли, ничего нельзя сделать? Где Джерри? Ой, она у меня в комнате ночевала. С ней все в порядке. Все понятно. Это яд. Ничего не понятно. Откуда яд в доме? Интересно. Мам, Лев. Лешка, а ты… Мам, что случилось? Это… Что это, Ксюша? Что с ними? Кто это сделал? Простите. Что все-таки произошло? Почему они погибли? Это что, какая-то инфекция? Это не инфекция, это яд. Сильно действующий яд. Вы уверены? Да. Суженые зрачки, конвульсии, пена изо рта. Вот. Я нашла это на участке. Кто-то подбросил. Кому это нужно? Большим друзьям моего Самоходова. Вы еще не успели продать квартиру? Нет. Уезжайте в город. Хорошо. Я сейчас повезу Ирину на совещание, в институт. Мы останемся в городе. Василий увезет Леву в зимний лагерь. Вы тоже здесь не оставайтесь? Хорошо. Ну, давайте, побыстрее. Выходим, выходим. Оленька, девочка перейдет. Да, конечно. Конечно, Ксюша. Мне кажется, мне лучше остаться. Ну, мой дорогой, что ты? Мы ведь скоро приедем. Конечно. Ты только долго за компьютером не сидела. Быстрый пасть и ложись в голову. Самоглавный. Ну, давай мы с тобой. Лев. Привет. Привет. Лев. Пока. Давай, Левушка. Давай, мой дорогой. Ты главное не завадиваешься. Ладно? Хорошо, кушай. Завязывай, завязывай. Все покажи. Не телефонный разговор, а даже не кабинетный. Что-то серьезное? Никто слово. У меня тут достоверная информация пришла. Короче, слушай и мотай на ус. Наш Иван Рудольфович Крапов готовит крупную операцию. Очевидно, Наветов какую-то мощную стрелку наметил. Ах ты. Есть мысли какие-нибудь? А он случайно не захват готовит? Может и захват. Послушай, я тебе как товарищу советую, если это тебя хоть каким-то боком касается, вали из города. А еще лучше из страны. Даже так. Без шуток. И к нашим, пожалуйста, за помощью не обращайся. Можешь нарваться на ближайших друзей Крапова. Да понял, понял. Кстати, твоя приятная во всех отношениях вдовушка не такая уж и вдовушка. В плане? В плане, есть шанс, что известный авторитет Костя Самоход не так уж мертв, как многим хотелось бы. Факт, конечно, непроверенный. Но ты, кстати, за мадам Самоходова ничего такого подозрительного не замечал? Нет. Ну, тем не менее. Ха. Слушай, может быть, это по шоколадке? Нет, деда я бросил. Прости, мне надо бежать. Куда? Из города? Из города. Москва. Павел. Интернат для особо одаренных. Питер. Надежда, физма-школа, Новосибирск. И сколько тебе лет? Тринадцать. Я в твоем возрасте уже в десятом был. И что ты думаешь о теории относительности? Общей или специальной? Эйнштейн – это моветон. Вообще тут не пощуряет бизеты по профилю. Ты знаешь, зачем нас сюда собрали? Нет. Чтобы мы занимались выездкой и конкуром. Любопытно, да? У вас в Москве все так развлекаются? В последнее время я жил за городом. И как там у вас с загородом? Вчера дрался до первой крови. Позавчера пил длино с одним занятным уголовником. Он открыл мне пару адаптивных психотехник. С ума сойти. А еще у нас собак почти всех убили. Каких собак? Дуньку, Еву. Всех отравили, кроме Джельки. Сволочь. А кто отравил? Бандиты. Да ладно? Век боли не вдать. Так, там все наши на кофебрейк собираются. Мы не пойдем. Как хотите. Итак, если возражений нет, то переходим к голосованию. Я надеюсь, это не займет у нас много времени. Тем более, что Ирина Даниловна, у нее полно дел. Она, как мы все знаем, отбывает в США. Разрешите мне сказать? Да, конечно. Вы хотите напутствовать своего приемника? Да нет. У моего выступления совсем другие цели. У вас есть возражения? Я просто хотел сократить формальности. Время очень дорого. В том числе и ваше. Спасибо. Я очень ценю свое время, а также ценю время своих коллег. Поэтому я скажу коротко. Доктор Копылов, которого вы хотите назначить руководителем нашей научной лаборатории, абсолютно ничего не значит в науке. Я в этом убеждена. Ирина Даниловна, вы забываетесь. Да нет. Я как раз прихожу в себя. И всем советую последовать моему примеру. Доктор Копылов, конечно же, как мы все знаем, пойдет по головам своих коллег. Как он делал и раньше. А в то же время среди нас находится более достойная кандидатура. И это Виталий Викторович Павилов. Я в этом уверена. А с вашим воцарением, доктор Копылов, лаборатория в лучшем случае будет топтаться на месте. Это в лучшем. А в худшем? А в худшем превратиться в болото. В отстойник для бездарей. И в могилу для талантливых ученых. Да что с вами, Ирина Даниловна? Я полагал, ученый совет не место для митингов и упражнения в красноречии. Уважаемые коллеги, я требую обсуждения нескольких кандидатур. У меня все. Вы летите в Америку. Я не понимаю, почему вас так беспокоит судьба в фактически чужой лаборатории. Ну, послушайте. Тот факт, что мне предстоит лететь через океан, абсолютно не означает, что моя лаборатория здесь должна утонуть. Ирина Даниловна, у вас дар комика. Правда? Так это же здорово. Потому что многие меня считают слишком серьезным ученым. Ирина Даниловна, безусловно, права. Обсуждение необходимо. Ну, если у вас так много времени, ну, я уверен, что лучшие кандидатуры нам все равно не найти. О! Привет! Что у нас на обед сегодня? Да. Да валяй, баклажаны и грибной суп. Полина расстаралась. Ешь, пожалуйста, и уходи. Давай договоримся. Мужик у нас я. Про собак слышал, кто это сделал? Догадываюсь. Крапов и Наветов. Сейчас пойдем с твоим мужем знакомиться. Ныне покойным. Он где, в бункере? А ты знаешь? Ну, а как же? Ты мне вот что скажи. Кого любишь? Меня или его? Тебя, конечно, дурак. Вот это все, что я и хотел услышать. Остальное решаем. Все, пошли. Правда? Правда, правда. Мне так страшно, я не знаю. Мне так жалко собак, я ничего вообще сделать не смогла. Ладно, не люби. Господи, так страшно, не так тихо. Я вообще не знаю, что делать. Не бойся, не бойся. Сегодня к ночи Крапов заявится. Если правильно понимаю его план, а я его понимаю, я же тоже мент бывший. Будет шумно, весело, фейерверк до небес. Распокойся. А ты как про Самоходова узнал? Дедукция. Дедукция. Дедуктивный метод. Вру. Следак знакомый, информацию слил. А я, дурак, доставал тебя. А Костик там сейчас в булькере телевизор смотрит. Ты меня любишь, точно? Очень. Я ж без денег. А я тоже теперь без денег. Вот и хорошо. Проживем как-нибудь. Олег. Костя. Костя. Знакомьтесь. Что показывают? Про сурикатов. Алло. Алло, Марк. Не теряй меня, Марк. Я ночую в институте у себя в лаборатории. Да, мы стоим насмерть. А потому что я отказалась проглотить Копылова. Проглотить Копылова? Да. Нет, 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 все в порядке. Ложусь спать один без меня. Нет, не нужно приезжать, не нужно. Все, до свидания. Я целую тебя, родной. Никита, это мне? Да. Ой, пиццы хватит до утра. Ура! 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 Ставлю задачу, брать будем хорошо укрепленный жилой объект, в котором, возможно, имеются люди. А, ясно. Акцентирую внимание. Внутри дома находится хорошо оборудованный бункер. По нашим сведениям, персонаж, интересующий нас, укрывается именно там. Работать нужно жестко и быстро. В доме собаки есть? Уже нет. Что? Йоксель-моксель. Только это же, этот, вундергент ваш, нет? И еще кто-то с ним. Да откуда он взялся? О, парняга! Вот. Как красиво! Пойдем. Пошли. Ну-ка, заходите, заходите. Лёва, милый, что ты здесь делаешь? Нас сейчас будут штурмовать. Здравствуйте, это Надя. Здравствуйте, а почему вас сегодня будут штурмовать? А потому что среди нас бывший уголовник, который числится покойным. Ух ты! А у нас сейчас завтрак и нудная дискуссия о будущем одаренных детей. Почувствуйте разницу. Поняла! Еще один! Господи! Лёва, что случилось? Почему ты сбежал из лагеря? Мы не сбежали, мы уехали. Нам стало скучно. Это кто? Пап, познакомься, это Надя. Очень приятно. Лёва. Марк, познакомься, это мой покойный супруг. Самоходов, президент лесопромышленной корпорации. Вы располагайтесь, в этом доме можно пережить атомную войну. У меня другие планы на ближайшие тысячелетия. Как мать? Физик. Охренеть! Еще гости! А-а-а! А-а-а! Тофик, муж Ланы. Какого черта вы приперлись? Здесь опасно! Ксения, спокойно. Я вызвал подмогу. Теперь главное, кто первый приедет? Свои или чужие? А-а-а! Что? А-а-а! Коллеги, дорогие мои! Хорошие! Поздравляю вас! Вы довелись своего, отстояв в лабораторию! Ура! Поздравляю с возрастеем! Спасибо! Оправдаем! Оправдаем! Ирина Даниловна, вы молодец! Кажется, у меня есть к вам одно предложение. Если вы, конечно, захотите остаться в стране. Ну, понимаете, это не от меня зависит. Это зависит от моего супруга. У вас уже есть условия. Коллеги, мне, похоже, придется вас покинуть. Потому что я сейчас узнала, что мой сын сбежал из лагеря. А муж присылает мне очень странные смс-ки, чтобы я ни в коем случае не ехала в дом Ксении. А Ксения моя лучшая подруга. Я ничего не понимаю. И что же вы намерены делать? Как что? Еду в дом Ксении. До свидания. Ну что, в бункер просто так не попасть. Так что действовать по плану не получится. Значит, делаем направленный изрыв, выносим дверь и все! Взрывчатку понесли. Дверь сносить будут. Теревец. Моя крепость хрен взорвешь. А что, сейчас взрывать будут? Прямо сейчас? Ладно. Пошли. Тофик, тофик. Поздно, поздно. Все, отошли все подальше. Подальше. Пойдем, пойдем. Взрывайся! Ну, долго еще? Одна минута. Граждане бандиты. Граждане бандиты. Внимание! Дом окружен. Предлагаю всем сдаться. Лишние жертвы никому не нужны. Молодец, майор. Повторяю, предлагаю всем сдаться. Гражданин Крапов, ну что же вы? Выходите, не стесняйтесь! Вот это я понимаю. Все, опасность миновала! А, ну… Здорово! В руки. Ну что, с меня шоколадка? Да ладно. Сладкое вредно для здоровья. Это точно. Господи, Олег, что у вас тут? Пусти, пусти, пусти! Олег, что тут у вас происходит? Что все это? Ну что, все живы? Да живы, живы. А вы что приехали? Ксения ж просила. Да ладно, мало ли чего она просила. Да ее разве удерживаешь? Здорово. Сам волновался, вот и приехали. Здесь такое происходит, ну как, а как дома сидеть? Никак. Ну что такое сделать будешь? Здесь останешься. Да нет, и что, Ксюха? В бункере мне надоело, пойду-ка воскресну. Бизнес надо поправлять. Китайцы, опять же, в общем, дело по горлу. Ну понятно. Удачи! Угу. И тебе. Пока. О, все, пока. Ой, Лёва! Лёвочка! Ты же должен быть в матери. Все нормально. Все хорошо. Знакомьтесь, это Надя. Она тоже вундеркинд. Здрасте. Здрасте, Надя, здрасте. Это Олег всех спас. Ну ладно, ерунда. Я теперь тебя всю жизнь спасать буду. Ай, я так рада! Ай, я так рада! А-а-а! 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 Ну что, взяли и построили? Взяли и построили. Детский центр экстренной хирургической помощи открыт! Ура! 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 Поздравляю! Ура! А у нас получилось. Да вы что? Девочка молодец! Не знаю, у Васи большие планы. Ксения, поздравляю. Вы интересовались насчет развода. Я думаю, все можно сделать без лишней волокины, конечно, если не претендуете на совместно нажитое имущество. Не претендую, а потом претендовать уже не на что. А если честно, не жалеете, что все потратили? Да нет, конечно. Да нежели хорошо, нефиг начинать. У меня есть дача на мажайке. Малину посадим. Кстати, баксик уже зарос. Сейчас, через часок освобожусь, приедем. Прекрасно. Все, не поехали, мы ни в какую Америку. Да, неправильно. Да, я стал заведующим кафедры. Ура! Стой, стой, стой. Ваша свадьба когда? А? Ну, здрая, что ли, Полина меню составляла? Не зря, не зря. Блюдо не отменяется. Скоро. Девочки, девочки, а мне кажется, на сморочке как-то все... Что? Ну, так немножечко раздались. Ширик. Да? Может быть, здоровая диета? Чего? А, ну, в качестве эксперимента, а? Ты шо вы так просто уедешь? Звони, не теряйся. Оставь ее в машину. Ты знаешь, какая ситуация? Я ее продам. Попробуй начать что-нибудь еще. Малыш, я должна подумать о себе. Держи. Полгода можно поездить в метро. Ку-ку! С толстыми вавами! Эта машина куплена на мои деньги. На мои! Оформлена на меня. Сумку отдай. Ксения Самоконова прятала мужа в подвале, рискуя жизнью. Сумасшедшая баба. Кирилл Сергеевич, добрый день. Господи, что еще? Согласно пункту 1.7, я должен извещать своих клиентов о существенном изменении их положения. Извещайте! Извещаю, Кирилл Сергеевич, вы банкрот. Прекрасно! Это все? Нет. С вас 36 рублей за проезд. Вот. Вот. И вот. Это все? Теперь это все. До свидания, Кирилл Сергеевич. До свидания! Полина, как сумасшедшая у тебя потрясающий торт. После такой диеты две корочки хлеба покажутся вкусными. А тебе теперь нельзя надеять? Да. Нам нельзя. Но, честно говоря, меня это радует. Ой, надоело. Эта диета хуже горькой ведь. Но надоело не надоело, а идея была замечательная. Да. Очень замечательная идея. Очень. А что, девочки, похудели? Мы с мужиками разобрались. Я предлагаю тост за нас. Тост за нас, красавец-умец. За удачный эксперимент. Ура! Ура! Я так хочу, чтобы у вас было все. И только капли не хватало. Осталось то, о чем мечтать до зари. Алле! Осталось то, о чем мечтать до зари. А-а-а-а-а... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...